Сегодня приготовим еще одно блюдо из мацы. Еврейская Пасха по исах подходит уже через пару дней к своему завершению. Но для тех, кто этот праздник отмечает, на столе стоят коробки с мацой. И, наверное, я думаю, для многих уже наскучила есть простую мацу. Вот в таком виде. Но зато из нее можно приготовить очень много интересных и вкусных блюд. Сегодня мы приготовим маца брай. Или это такой, как бы, один большой панкейк. Или, как по-русски сказать, одна такая большая оладья. Нам понадобится здесь у меня 4 пластинки мацы. Стакан теплого молока. Можно использовать воду вместо молока. И, по правде сказать, традиционный рецепт. В традиционный рецепт этого блюда идет вода. Потому что раньше это классический вариант. Это блюдо делали с куриным салом. И, конечно, куриное сало и молоко никак вместе не сочетаются. Для тех, кто соблюдает коши. Но мне больше нравится с молоком. Три яйца. Вот я их разбила. Они приготовлены. Здесь половинка небольшой луковицы. Мы лутерлук пожарим. Соль и перец по вкусу. Начнем с того, что мацу мы разломаем луками. Доломаем луками. Доломаем луками. Ну, вот так будет нормально. Вот примерно вот так. Не очень мелко, не очень круто. Заливаем теплым молоком. И пока маца будут настаиваться и испытывать молоко, мы пожарим лук. В разогретую сковороду наливаем немножко масла. Ждем еще чуть-чуть, пока масло разогреется. И на среднем огне будем жарить лук до золотистого цвета. А вот лук почти готов. Он пожарился у нас. Все готово. Выключаем и переходим к следующему этапу. Взбиваем 3 яйца. И добавляем мацу, которая к этому времени уже пропиталась. И сюда же добавляем жареный лук. И все хорошо перемешаем. Вот. Вот такая у нас получилась смесь. Маца, залитая молоком. Жареный лук. Яйца. Теперь немножко посолим, поперчим. По вкусу. Немножко посолить. Немножко свежего черного перца. И еще раз перемешиваем. Все. Теперь начнем запекать. Блиннее будем это жарить на большой сковородке. Разогрели сковороду. Наливаем немножко оливкового масла. Сюда же я добавляю кусочек сливочного масла. Я люблю, когда что-нибудь такое жарить, что-нибудь немножечко сливочного масла и немножечко растительного масла. Получается вкусно. Выливаем вот эту сливку. Это как будто мы такой омлет жарим. Распределяем в сковородке. И каждую сторону, на всякую первую нижнюю сторону, где-то минуты 3-4 жарим, пока она схватится и хорошо обжарится. Потом аккуратненько будем это переворачивать. Вот у нас одна сторона уже поджарилась. Теперь наша задача это аккуратно перевернуть. Ну, не всегда это может получаться, как хотелось бы. Если разломается, тоже ничего страшного. Будет тогда такая немножечко разломанная мацебраемость. Но вот я пользуюсь вот таким способом. Берем. На тарелку это переместили. И теперь вот так вот получилось. Теперь на этой стороне буквально можно не так долго, как первую сторону мы обжаривали. Буквально там еще 2-3 минуты, пока оно поджарится до золотистого цвета и будет готово. Вот готово наше блюдо. Прожарился мацебрая с двух сторон. Вот теперь порежем. и положим на тарелку. Сейчас разрежем. Хорошо. Можно подавать его с любым блюдом. Вместо хлеба, с салатом. Это блюдо очень хорошо подойдет на завтрак. С копченой салмоном. Вариантов очень много. При этом хочу сказать, что если не добавлять сюда жареный лук, соль и перец, а добавить немножко сахара, наоборот, то получится такой вариант более десертный. Можно есть это с вареньем, с медом, с джемом. То есть, вариантов много. И я думаю, что на следующий год, когда условно наступит пейсов, вы сможете попробовать все эти варианты. А сейчас, вот в таком виде. Надеюсь, вам понравится. Это очень вкусно. Приятного аппетита!